Ак-Тубе энергия. Ак-Тубе патриотизм. Ак-Тубе порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. Ак-Тубе энергия. Замечательно. Как давно работаешь в торговом доме энергия? Три месяца. Три месяца. Нравится? Очень. Скажи, а бывают капризные покупатели, которые приходят и говорят, вот мне это не нравится, поменяйте срочно? Ну, мы стараемся угодить всем. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, а в нашей студии главный приз – это деньги. И участники, которые сейчас уже ждут свои минуты славы для того, чтобы узнать, кто из них из троих сегодня выйдет из нашей красно-белой студии с главным подарком от торгового дома энергия. Остановитесь на красном. Правило номер один. Торговый дом. Энергия. Ак-Тубе энергия. Ак-Тубе патриотизм. Ак-Тубе порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. С вами снова «Энергия. Удачи» на Арика ТВ. Вот когда ты училась в школе, Ирина, расскажи, какой был твой любимый предмет? Изобразительное искусство и физическая культура. Ничего себе. Самые легкие. Самые легкие. Нет, хотя для многих, знаешь, изо – это сложно, потому что, ну, например, мне не давалось. Изо мне кто-то рисовал там уже последний девятый, восьмой класс, десятый. Вот. А ты что любишь рисовать? Я, ну, на любую тему, на свободную тему. То есть можешь сама просто сидеть и рисовать? Да, да. Ну, срисовывать мне дается лучше. Надо проверить. Давай узнаем, чем же занимаются наши сегодняшние участники, что они любят и какой любимый предмет у них в школе. Под аплодисменты мы встречаем их в нашей студии и давайте знакомиться. Меня зовут Мадина, я учусь в 11 классе, школа номер 11. Так, мой любимый предмет – физкультура. Мадиночка, а почему физкультура? Вот скажи. Я спортсменка сама. Спортсменка? Ну-ка, чем занимаешься? Футболом. Футболом? Да. Слушай, ну, молодец. Наверное, ты ни одного матча еще нашей футбольной команды не пропустила. Конечно. В прошлое воскресенье было ходила? Да, два воскресенья назад. Да, была. Да. Была, когда наши победили. Да. Наверное, эмоции было через край. Конечно. А как проводишь в свободное время? Читаю книги. А есть любимый писатель, либо писательница? Нет. Нет, да? То есть читаешь все? Не читаю, да. Молодец. Это радует, что наше молодое поколение читает, да? Вот Ирина тоже любит читать, я люблю читать. И наша вторая участница, как вас зовут? Наверное, тоже спортсменка. Здравствуйте, меня зовут Томирис. Да ладно. Томирис, Томирис. Я из 53-й школы, 11-й класс. Томирис, а чем увлекаетесь? Я самбо и дзюдо. Чего? Самбо и дзюдо? О, слушайте, опасно мне находиться в этой студии сегодня. Надеюсь, моя напарница... Нет, нет, нет. К сожалению, нет. К сожалению, изобразительное искусство. Так, хорошо. А есть разряд у вас какой-то там? Да. Да? Какой? Средний. Средний. И стремитесь? К высшему. К высшему. Молодец. Скромная девушка, но оказывается, еще и спортсменка, и такими видами спорта занимается. Наша третья участница, давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Диана, я учусь в 11-м классе, школа номер 27. 27-я школа. Дианочка, расскажите вообще, чем вы занимаетесь? Только не говорите, что дзюдо и тэквондо. Нет, я не занимаюсь таким. Не занимаетесь? Я в свободное время, я люблю рисовать. Ой, это вам с Ириной прямо. Вот смотрите, как расставил наш режиссер. Изобразительное искусство, изобразительное искусство и спорт. Вот у нас Даниэр, оператор напротив вас, он тоже любит заниматься спортом, да? Вот. Не обращайте на него внимания, сейчас работает, как и мы. Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать в Энергию Дачи. И перед началом давайте поаплодируем, и я вам расскажу о правилах игры. У нас есть шесть тем. Каждый из вас выбирает ту тему, которая ему по душе. Если вы правильно отвечаете на вопрос, вы нажимаете на кнопку. Далее, дорогие друзья, если правильно отвечаете, вы получаете денежный приз. Если неверно, то переход хода к другой участнице. Если она не отвечает к третьей участнице, если никто не отвечает, мы с Ириной объявляем правильный ответ по заданной теме и по заданному вопросу. Наши уважаемые телезрители, вы тоже можете проверять свои знания прямо сейчас, дорогие друзья. Также подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. И не забывайте, что Торговый дом Энергия в последнее воскресенье каждого месяца подводит итоги лотереи. Все подробности на инстаграм-странице energy.oktube. Ну, а сейчас узнаем, какие темы ждут нас сегодня в эфире. Они также все связаны со школьной программой. Внимание на экран. Сегодня нас ждут следующие темы. Это математика, астрономия, информатика, история древнего мира, музыка вокруг нас. Здесь вам нужно угадать композицию либо исполнителя, либо и также тема географии. Ну и не за горами. Главный праздник какой? День пожилых людей. Так что заранее не будем поздравлять. Я думаю, в завершении нашего сегодняшнего эфира всем скажем большое спасибо. Итак, начинаем эфир. Мадина, выбирайте тему. Вы сегодня открываете. Музыка. Музыку. Итак, слушаем композицию и угадываем. Внимание, музыка. Алексей. Слушай, ну видно. Как Алексей? Совершенно верно. Тамирис, видно, что вы занимаетесь активным спортом. Это действительно Алексеев. И ваш ход следующий. Чуть не сломала кнопку. Рука, видно, тяжелая. Тяжелая. Выбирайте, Тамирис. Музыка. Музыку продолжаем мы. Давайте продолжим. Есть Дима Билан, а есть... Ай, молодец. Модиночка у нас отвечает и выбирает тему. Да. Дианочка, давайте, давайте. Активнее с нами. Музыка. Музыку продолжим. Итак, музыка. Только сложится нелегко, дружба в пламени с мотыльком. Ай. Тамирис. Кто это? Ничего. Я ничего вам говорить не буду. Я не хочу под студией оказаться где-то. Йоооо. Тамирис, вы нажали на кнопочку. Давайте еще дадим вам шанс. Послушайте. Замба белого мотыка. Егор Крид. Так, ну хорошо. Засчитываем Диана. Это действительно Егор Крид. Правильно. Тамирис. Я молчу, все. Я молчу. Я просто ведущий этой программы. Теперь выбирает тему у нас Диана. Пожалуйста, ваш ход. Математика. Математика. Итак, сколько будет три в кубе? Двадцать. Совершенно верно. Одина ответила правильно. И выбирает тему. Самба. Музыку продолжим. Итак, еще один музыкальный вопрос звучит в эфире. Энергия удачи. Кручу, верчу, все понять хочу. А ты не поддаешься, не понимаешься. Итак, девчонки, да вы должны его знать. Должны, 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 должны. Так. Евровидение представлял. Несколько лет назад. Популярный певец. Пел с Димой Биланой под дуэтом. Имя его Сергей, фамилия? Лазарев. Первая была у нас Диана. Это Сергей Лазарев. Подсказка была. Ну ладно, вы как первый раз в нашей программе, вам можно. Выбирайте тему. Математика. Итак, как называется угол больше нуля, но меньше 90 градусов? Острый. Совершенно верно, отвечает спортсменка, отличница Тамерис. Видите, я даже не льщу, а души вам говорю. Кстати, друзья, вот вы сейчас выбираете тему, я хочу вас спросить, а родители наблюдают сейчас за вами? Конечно. Вы им сказали, что вы идете на программу, да? Они не были против? Нет. Ну вы молодцы. Аплодисменты вам. И вновь продолжаем игру. Тамерис, спортсменка наша. География. География. Так, сейчас Ирина задаст вопрос по географии. Самая плодородная почва. Называется? Чернозем. Первая была у нас Диана, и это верно, чернозем. Дианочка такая, вы всегда такая спокойная? Да? Молодец, Диана, ну выбирайте принцессу. География. География. Контуры какой страны на карте напоминают сапог? Италия. Совершенно верно, Италия. Да. Ваш ход. Продолжаем. История Древнего Мира. История Древнего Мира. Как называли правителя Древнего Египта? Фараон. Совершенно верно, Тамерис, это правильный ответ. Ваш ход? География. География. Итак, только на этом континенте живут сумчатые животные. Кроме того, здесь находится лишь одно государство. Сумчатые животные? Австралия. Австралия, совершенно верно. А животных как? Кенгуру. Кенгуру. Молодец. Ты, оказывается, не только хорошая спортсменка, так еще и умная девушка. Давай, выбирай. Музыка. Продолжим музыку. Это будет последний вопрос в этой теме. Итак, музыку в студию. Музыка. 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 Твое тепло подает мне. Я не боюсь. Музыка. Молодец, Тамерис. Это действительно Нюша. Тему музыкального вопроса мы закрываем и выбираем следующую. А, думаем. География. Давайте географию. Итак, родина футбола и баскетбола. Это? Мадиночка, давай. Давай, скажи, скажи нам. Мадина, давай, давай, давай. Мадин, ну, ну, это что такое? Распереживалась, бедолага. Микрофон только не снеси. Это родина футбола и баскетбола. Это? Англия. Молодец, да, вытянули рыбку, как говорится. Выбирайте, я вам, дорогая. И? Географию. Географию продолжаем. Назовите самый маленький холодный океан. Северно-ледовитый. Совершенно верно, северно-ледовитый. Девчонки, ну вы прям, все спортсменки чувствуются на кнопку с таким интересом просто. Да, правильно, выбирайте. География. География. Последний вопрос по теме географии будет. Какой материк омывается всеми четырьмя океанами? Это? Евразия. Совершенно верно, Дианочка. И тема географии у нас тоже закрыта. Осталось четыре темы из шести. Математика, астрономия, информатика, история древнего мира. А, и все, да, четыре темы. Выбирайте. Математика. Математика. Итак, чему равна сумма квадрата синуса и косинуса одного угла? Одному. Единицы, совершенно верно. Да, Мадин. История древнего мира. История древнего мира. Итак, где жили греческие боги? Греции. Нет. Греция. Нет. Где они жили? Мадина, есть вариант? На Олимпии. Переход хода у нас к Тамерису, так как Мадина выбирала до этого. Тамерис. Астрономия. Астрономия. Какие объекты во вселенной не излучают и не отражают свет? Нет. Еще ругаются за это. Какие дыры? Какие дыры? Друзья мои, какие объекты во вселенной не излучают и не отражают свет? Три, два, один. Есть правильный ответ? Черный. Черные дыры. Совершенно верно. А Тамерис. История. История древнего мира. Я хотел историю Казахстана вам задать. Сейчас это здание представляет собой руины. А при его открытии в 80-м году нашей эры это был самый большой римский стадион. Как он называется? Сейчас это здание представляет собой руины. А при его открытии в 80-м году нашей эры это был самый большой римский стадион. Как он называется? В Риме самый известный стадион, куда приезжают туристы, смотрят. И это действительно был потрясающий стадион, исторически очень известный, известный по сей день, потому что многие туристы едут посмотреть на это, на эту красоту и на эти руины, хотя в нем заложена очень большая история. Есть варианты? Это Колизей, друзья. Итак, переход к вам, Диана, пожалуйста. Какие красивые имена? Тамерис, Мадина, Диана, просто волшебно. Астрономию выбираем. Как у вас в школе с астрономией? У нас сегодня преподавали. Еще не преподавали? Ну, значит, будут. Но вы вообще интересовались? Так. Так, хорошо. Как называется явление, при котором Земля попадает в тень, отбрасываемую Луной? Всеми известное? Затмение. Затмение, солнечное затмение, совершенно верно. Башхот. Астрономию. Астрономию. Продолжим. Итак, кем впервые были проведены наблюдения в телескоп? Да, наши операторы даже знают, подсказывают вам. Как его зовут? Галилей? Галилей. Ай, Мадина, молодец. И, Мадиночка, еще один шанс, еще один выбор. Темы? Астрономию. Астрономию продолжим. Итак, на поверхности какой планеты самая высокая температура? Венера. Совершенно верно. И на этом, дорогие друзья, наш первый тур проекта «Энергия удачи» сегодня, 24 сентября, подходит к своему завершению. Девчонки, вот скажите честно, было сложно или легко? Нормально. Нормально? Средне. Средне? Средне, да. Но вы еще придете к нам в программу? Молодцы. Это радует. Итак, кто же сегодня выиграет главный приз и, конечно же, примет участие в суперигре, а может и не примет, мы узнаем через несколько секунд в программе «Энергия удачи». Торговый дом «Энергия» мы всегда рады вам. Проспект Санкибай-Батыра, 72. А мы с вами одной крови. И снова «Энергия удачи» на Арика ТВ. Иринка, ну сегодня я тебе не давал возможности задавать вопросы, поэтому ты не обиделась. Нет, конечно. Ну давай тогда ты сейчас подведешь итоги первого тура, кто сколько заработал у нас денег. С удовольствием. Давай. Мадина сегодня заработала 3000 тенге. Молодец, Мадина. Диана заработала 2500 тенге. И Тамирис у нас лидирует 4000 тенге. По правилам игры участвовать в суперигре может та участница, которая набирает наибольшее количество правильных ответов. В данном случае Тамирис это вы. Готовы ли вы получить 10 тысяч тенге, либо вы готовы оставить эту сумму и просто быть свободной? Нет, не отвечать ни на один вопрос по теме, которую вам, кстати, одну тему будут выбирать Мадина и Диана. Ну вы поняли, да? Если они не сойдутся, то я буду обращаться к Ирине. Она тоже нейтральный человек в этой студии. Чтобы было все справедливо. Но имейте в виду, если неверно ответите на вопрос суперигры, из нашей студии вы уйдете без ничего. Нет, не буду. Не будете играть? То есть вы оставляете 4000 тенге? Да. Тамирис, серьезно? Серьезно. Не играем? Нет. Аплодисменты в любом случае. Вы победительницы. Каждая из вас. Мадина, Тамирис, Диана. Мы желаем вам удачи. Но и в преддверии Дня Учителя вы можете поздравить всех своих преподавателей, любимых преподавателей. Может быть, кого-то выделить. И передать им привет. Мадина, вам слово. Поздравляю всех учителей вообще в Казахстане у нас, в нашей родине. Всем передаю привет своим учителям. Молодец, Тамирис. Ну, поздравляю. Тренеру тоже можешь передать. Кстати, да. Поздравляю всех учителей с наступающим праздником. Желаю выпуститься отличным ученикам этого года и сдать ИНТ хорошо. Браво! Браво, браво, Дианочка. Я поздравляю также всех учителей с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья и терпения. Спасибо вам, девчонки, за то, что пришли и показали реально хорошие знания. Ну, а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами ровно на одну неделю. Следующее воскресенье, 1 октября, в День пожилых людей, в День Учителя, мы встретимся с вами, кстати, за всю историю программы «Энергия и удачи». Впервые в нашей студии на следующей неделе, в следующее воскресенье, появятся не ученики, не студенты, а преподаватели. И мы проверим, как они сыграют и кто из них, возможно, выиграет наш главный приз. Дай бог здоровья вам и вашим близким. До встречи в «Энергии и удачи» ровно через одну неделю, в следующее воскресенье на РИКО ТВ и также во всех социальных сетях. Ак-Тубе. Энергия. Ак-Тубе. Патриотизм. Ак-Тубе. Порядок. Нам есть чем гордиться. Твоя энергия. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok